Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Терминатор 2. Судный день. Терминатор 2. Джадмин Дэй. Американский научно-фантастический боевик режиссера Джеймса Кэмерона. Пятый в его карьере. Сиквел фирмы Терминатор. Главной роли снялся Арнольд Шварценеггер. Джеймс Кэмерон читал полнометражную дилогию полностью законченным произведением и отказался снимать продолжение. Следующие части Терминатора были сняты после долгого перерыва другими режиссерами. По мнению многих исследователей, фильм Терминатор 2. Судный день. 1991 года стал первым в истории кинематографа, который привлек широкое внимание к компьютерной анимации, изменил отношение к ней создателей других фильмов. В 2017-2019 годах фильм Терминатор 2. Судный день. 1991 года вышел повторный прокат в формате 3D. Прошло более 10 лет с тех пор, как киборг из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор, Линда Хэмилтон. Женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сара родился сын Джон, Эдвард Ферлунг. И время, когда он поведет за собой выживших людей на борьбу с машинами, немалимо приближается. Именно в этот момент из-под аккополептического будущего прибывает новый Терминатор, практически неуязвимая модель Т-1000. Роберт Патрик, способный принимать любое обличие. Цель нового Терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора. Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходят перепрограммированные сопротивлением Терминатор предыдущего поколения, Т-800, Арнольд Шварценеггер. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества. Фильм Терминатор 2 «Судный день» 1991 года получил около 20 наград. 4 Оскара за лучший звук, грим, звуковые и визуальные эффекты, 5 наград Американской Академии Научно-Фантастических Фильмов и Фильмов Ужасов, 5 премием ТВ. В рейтинге 250 лучших фильмов всех времен и народов на сайте IMDb Терминатор 2 занимает 29 место на 2022 год, 12 среди боевиков и 5 среди научно-фантастических фильмов. Вспомнить все, Total Recall 1990 года. Фантастический боевик режиссера Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фильм снят по мотивам рассказа Филиппа Дика «Мы вам все припомним» 1966 года. Фильм «Вспомнить все» 1990 года взял специальный Оскар за визуальные эффекты. Вполне земной строитель Даг Квейт, Арнольд Шварценеггер, терзается снами, в которых он попадает на Марс. Наконец он решает прибегнуть с помощью компании «Память», которая предлагает воображаемое путешествие, настолько реальное, что Даг начинает осознавать, что он не тот человек, каким себя помнит, а, возможно, бывший агент межпланетной разведки, прошедший процедуру изменения памяти. Едва только он высказывает свои подозрения, как становится объектом охоты со стороны секретных служб. Даже любимая жена Лори, Шерон Стоун, пытается свернуть ему шею. Теперь, чтобы выжить, ему необходимо вспомнить все. Пытаясь разобраться, кто же он на самом деле, Даг отправляется на Марс, где присоединяется к повстанческому движению и встречает женщину своей мечты Мелину, Рэйчел Кикотин. Фильму «Вспомнись о 1990-го года» был написан из десяток вариантов сценария. В одном из них Квейт был не культуристом-строителем, а интеллигентным бухгалтером. В журнал «Мир фантастики» поставил строжшихся сеансов близнецов Джорджа и пролицателя Куата на шестое место в списке 10 самых-самых фантастических близнецов, добавив, что они одни из наиболее ярких персонажей в фильме «Вспомнить все». Точного ответа на загадку финала «Вспомнить все» 1990-го года нет. Шварценеггер считает, что приключения его героя реальны, но Пол Верховен придерживается другой точки зрения. В фильме говорилось о том, что при возникновении проблем с имплантацией памяти клиент подвергается лоботомии. Так что белая вспышка под конец фильма «Тоттер и колл» 1990-го года, по мнению джессера, свидетельствует о том, что врачи начали вскрывать череп Куэйда. Если кто-то считает, что Арнольд Шварценеггер плохой актер, играющий не душой, а бицепсами, значит, он никогда не видел «Вспомнить все». «Хищник. Предатор» 1987-го года. Американский фантастический боевик, снятый Джоном Мактинерном под сценарию «Братьев Томас». Съемки фильма «Хищник» проходили в джунглях Южной Мексики, рядом с Поленко и Пуэрто-Вальярто. Группа «Командос» во главе с майорами Джорджем Диланом Карл Уэзерс и Алленом Датчем Шефером Арнольд Шварценеггер отправляет в секретные военные миссии в джунгли с Центральной Америки. Миссия проходит удачно, но выясняется, что отряд был послан не для спасения заложников, а уничтожения военной базы и захвата документов. На обратном пути «Командос» начинают погибать один за другим, и выясняется, что за ними идет охота в высокоразвитое внеземное существо «Хищник», рассматривающее их в качестве охотничьих трофеев. По мотивам фильма «Хищник» 1887 года было создано множество компьютерных игр, как для приставок, как и для восьмибитных и персональных компьютеров. К началу съемок в фильме «Хищник» Варснеггер был уже звездой. Конан Варвар, Терминатор, Команда. «Хищник» вызвал в тогдашней Америке настоящий фурор. Миллионы зрителей замирали от напряжения, когда герой Варснеггера сражался в джунглях со фирепом чудища. Картина от начала до конца наполнена действием, перестрелками, погонями и драками. Для режиссера Джона МакТирнена «Хищник» стал разбегом по следующим хитам «Крепкий орешек» и «Охота за красным октябрем». Первым исполнителем роли «Хищника» стал знаменитый Жан-Клод Ван Дамм. За пару дней Ван Дамм разругался с режиссерами и продюсерами, стерравмировал одного из членов съемочной группы и был уволен. В фильм все же вошла одна сцена, которую успели снять с Ван Дамм, эпизод, где маг видит «Хищника» в режиме невидимости у Трипа Блейна. Вскоре был найден и новый исполнитель роли «Хищника» Кевин Питер Холл, рост которого составлял внушительные 220 сантиметров. Зрители хорошо приняли фильм «Хищник» 1987 года. Он собрал в мировом прокате почти 100 миллионов долларов при 15-миллионном бюджете. «Продивая ложь» в Чулайе с 1994 года. Боевик режиссера Джеймса Кэмерона, его шестой фильм, ремейк французской комедии «Тотальная слежка» 1991 года режиссера Клода Зиди. Премия «Золотой глобус» лучшей актрисы Джейми Ликертис номинации на «Оскар» и «Бафта». Гарри Тескер, Арнольд Шварценеггер, ведет двойную жизнь. На работе он секретный правительственный агент, а дома притворяется обыкновенным продавцом компьютеров. В данный момент он занимается расследованием похищения ядерного оружия, которое находится в руках фанатичных террористов. Казалось бы, ничто не может быть важнее этого, но внезапно Гарри узнает, что его жена Хелен, Джейми Ликертис, встречается с другим человеком и, возможно, изменяет ему. Ей стало слишком вкусно жить с обычным продавцом и захотелось приключений. Что же, их нетрудно устроить. Для того, чтобы снять две небольшие сцены с танго, актерам Арнольда Шварценеггера, Тиа Каррера и Джейми Ликертис пришлось тренироваться около полугода. По мотивам фильма «Правдивая ложь» 1994 года были выпущены одноименные игры на различных игровых консолях. Один из супервайзеров картины, Джо Вискосил, получивший «Оскар» за день независимости, больше всего по-прежнему гордится спецэффектами «Правдивой лжи». В одной из самых запоминающих сцен фильма «Правдивая ложь» героиня Джейми Ликертис спасается от неминуемой гибели, хватая за свисающую из вертолета руку своего мужа, после чего нам показывают ее полет над водой. Это не зеленый экран и не дублерша. Кертис на самом деле проделал этот трюк, и что символично, в день своего рождения. Во время съемок финала фильма «Правдивая ложь» Шварценеггер провел множество часов внутри кокпита с моделью. Позже он шутил, что в случае чего смог бы управиться и с настоящим самолетом. «Близнецы. Туайнс» 1988 года. Кинокомедия джейсера Айвана Рейтмана с Арнольдем Шварценеггером и Дэнни Дэвидом в главных ролях. Комедия «Близнецы» впервые представила легендарного короля мускулов и фантастических боевиков о суперменах Арни Шварценеггера в качестве комика. И «Содружество Айвана Рейтмана и Арни» на ниве комедии, продолженной в дальнейшем, где сталский полицейский Джуниор. В результате генетического эксперимента по зачатию идеального ребенка от шести отцов на свет появляются совершенно непохожие «Близнецы». Одного из них, Джулиус и Арнольд Шварценеггер, забрали на тропический остров, где выросли в атмосфере всеощущей любви. А второго, Винсента, Дэнни Дэвито, отдали в приют, где он не видел ни тепла, ни ласки. Проходят десятилетия, и выросшие братья встречаются. Выросший в идеальных условиях, вежливый и аккуратный герой Арнольда Шварценеггера впервые в жизни попадает в большой город, а там встречается с своим братом-близнецом, в котором и собрались вместе, вероятно, все человеческие недостатки. Арнольд Шварценеггер получил 20% от выручки, в общей сложности, заработав на «Близнецах» 1988 года 35 миллионов долларов, больше, чем за любой фильм франшизы «Терминатор». Арнольду Шварценеггеру хотел суйти от образа героя боевиков, а на съемки в этом проекте он согласился, решив, что в комедии «Близнецы» будет смотреться отлично. В день, когда снимали сцену, в которой герой Арнольд Шварценеггера поет в самолете, на съемочную площадку фильма «Близнецы» заглянул Клинт Иствуд и заметил Шварценеггеру «Не знал, что у тебя столько талантов». Арнольд Шварценеггер заявил, что «Близнецы» 1988 года – это лучший фильм во всей его карьере.